Смотрите, какой у меня огромный глаз по сравнению с Махи Махи. Всем привет, ребят, с вами Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Fit and Grow Fish. Да-да, ребят, вы видите это, это не чудо, это не что-то сверхъестественное, это осьминог. Я раньше не видел, чтобы у нас в этой игре были осьминоги, но благодаря новому моду я в итоге нашёл его, и я в шоке, что реально тут есть такие осьминоги, то есть смотрите, у него полноценные щупальца, полноценные плавнички, которыми он управляет, и в итоге он живой, он реально существует. Ну, мне кажется, ребят, даже это не осьминог, кальмар какой-нибудь, но в итоге что видим, то видим. Ну что ж, давайте мы тогда за него поиграем, на первом уровне у него уже есть 124 хпшечки, и давайте попробуем на кого-нибудь напасть, вот допустим Махи Махи, да? Вот смотрите, она такая маленькая, и можно, конечно, на неё напасть, но тут у нас Ксипактинус рядом бегает, и мне это не нравится, мне кажется, Ксипактинус нас слопает. Блин, вот знаете, что я заметил? Что осьминог, он неповоротливый, он капец какой неповоротливый. Вот как им управлять, я, ребят, пока что не понимаю. Так, кушаем. Воу, смотрите, а чё это за подстава? Вы это видели, да? Осьминог атакует всего лишь на 0.24. Дамага, это очень мало, ребят, это реально очень мало. А что ты тогда вообще можешь делать-то, чувак? Ты можешь вообще глотать? Смотрите, ребят, я чё-то даже не вижу, что он глотать пытается. Не, вроде бы... Да, ребят, всё-таки он глотает, вон воздух двигается, но чё-то он как-то слишком слабенько это делает. Вот давайте попробуем напасть, вот, допустим, на вот вот эту пиранью, да, на нашего Бибоса. Так, ну, Бибос, иди сюда, ну, хотя бы один, чувачок. Ну, давай-давай-давай, оп, вот сюда сейчас нападаем на него. И в итоге, смотрите, да, у нас дамаг всего лишь по одной хпшечке, это довольно-таки мало. Так, а кого мы тогда сможем убить, ребят, с такими хпшиками и с таким дамагом? Ну, в принципе, хпшечки неплохие, а вот дамаг, ребята, это вообще просто беда. Вот давайте попробуем вот этого трупа крабика слопать, посмотрим, сможем мы вообще ли это сделать или нет. Ну, смотрите, смогли. И в итоге нам добавилось совсем чуть-чуть, опыта, конечно, маловато, но что есть, то есть. Может быть, он реально хорошо глотает, может быть, вот этот кальмарчик прям глотоносит, что ли, я не знаю, как его назвать. Ну, давайте попробуем. В принципе, вот эти ежи, вот этих розовых ежей, он глотал, ну, точнее, звездочку. А этого что-то не может, ребят, проглотить. Так, фигово, и что тогда делать? Смотрите, давайте еще раз попробуем его все-таки замочить как-нибудь. Ну, давай, еще, еще, еще. Ребят, смотрите, я только сейчас заметил, что когда я атакую, у меня почему-то мой персонаж куда-то отлетает вверх. Эй, чувак, ты не должен отлетать, ты должен просто тупо сломать вот этого морского ежа. Вот, смотрите, ребят, наконец-таки я его сломал, и давайте скушаем вот эти кусочки, которые от него упали. Так, и что же тогда делать-то, ребят? Давайте попробуем все-таки напасть на какую-нибудь рыбешечку, ну, такую более-менее слабенькую. Либо же вот на этот большой отряд. Ну, давайте сейчас попробуем отряд вот этот покушать немножечко. Да, кстати, вот на этом отряде можно пофармиться, потому что, ну, других вариантов у нас нету. Слишком маленький урон у нашего вот этого осьминога, и слишком он неповоротливый и долгий. Поэтому будем кушать тогда вот этих рыбешечек, если, конечно, успеем тоже их слопать, потому что они для меня довольно-таки быстрые. А так они не особо быстрые, если бы я играл за какую-нибудь другую рыбешечку. И, кстати, смотрите, в чем прикол вот этого мода, то, что я могу отдалять вообще слишком жестко камеру. Тем самым я могу даже посмотреть на вот этот океан, да, на всю нашу карту в целом. Так, ну что ж, давайте тогда приближать обратно. Вот наша опять осьминножка. И что ж, в принципе, я вижу перед нами кораллы, на которых располагается вот этот планктончик или вот какая-то пыльца, что ли, я не знаю. До сих пор, ребят, не понимаю, что это такое, хотя уже сколько, можно сказать, лет играю в эту игрушку, вот не знаю. Так, ну что ж, давайте тогда сейчас еще вот сюда направимся, тоже покушаем вот этих штучек и посмотрим, сколько они нам дадут опыта. Я вообще хочу вкачаться полностью до второго уровня благодаря вот этим штучкам. Но, к сожалению, они дают всего лишь по одному опыту, и мне кажется, что мы навряд ли апнемся с них до второго. Так, ну да, ребят, скорее всего так и будет, потому что видно, что у нас осталось всего лишь два вот таких планктончика. И в итоге все, мы нифига не апаемся. Ну, смотрите, зато у меня сейчас что есть, это вот такой морской еж. Давайте мы сейчас его тоже слопаем как-нибудь. Ну, давай, бери его, бери, осьминожка, еще, еще бери его. Блин, вот как он, интересно, атакует, ребят, а если я, допустим, возьму и просто тупо буду держать? Вот что сейчас будет? Вот да, ребят, я, в принципе, сейчас взял вот эту штучку, но ничего не происходило. Она просто тупо сейчас сломалась. И смотрите, кстати, что я заметил, у нас тут есть звездочка. Давайте сейчас звездочку слопаем, по идее он ее просто так проглотил в тот раз. Ну, а сейчас будешь глотать? А смотрите, а сейчас почему-то не глотает. Вообще, какое-то странное у нас осьминожка. Я думал, что он такой мощненький чувак, а он в итоге какой-то слабочок, но он довольно-таки здоровый, да? Вот смотрите, кстати, я сейчас опять держал нашу звездочку, и он начал ее кушать. То есть, как-то по-странному все-таки он атакует. Давайте сейчас до конца будем разбираться с этим. Осьминожка, давай быстрее заворачивай к звездочке. Вон тут у нас еще одна есть штучка. И смотрите, сейчас я ее беру вот так, не отпускаю наш курсор. И в итоге, да, он, кажется, ее так съедает. А куда она делась-то? Эй, звездочка. У нас, ребят, звездочка куда-то делась, хотя я ее только что кушал. Ну ладно, окей, давайте тогда сейчас вот эту штучку слопаем. Так, кушаю ее до конца. И в итоге, да, ребят, все-таки у него именно такой урон. То есть, он берет свою жертву в руки и что-то начинает с ней делать. Я не знаю, может быть, он душит или еще что-то делает. Но в итоге, вот именно такая у него атака. Ну что ж, давайте мы его тогда прокачаем до какого-нибудь, ну, уровня 20. И посмотрим, как он будет у нас выглядеть. Знаете, ребят, что я заметил? В этом моде очень сильно вкачали наш чит на ускорение уровня. И в итоге тут надо очень аккуратненько нажимать уровень, чтобы все-таки не перекачаться, да? И что ж, смотрите, вот, я начинаю атаковать нашего вот этого чувачка. И я начинаю все-таки из него то ли высасывать что-то, то ли просто сжимать его. Но вы видите, да, что у меня урон по 8. У этого чувака довольно-таки большой урон. И он, смотрите, все равно пытается меня мочить. Хотя его мочит акула белая причем, да? Давайте мы тогда лучше уплывем от них, потому что я сейчас слишком слабенький, чтобы взять и убить наших вот этих противничков. Я сейчас просто тупо поплылу куда-нибудь вот туда. Так, давайте ты развернешься сейчас, осьминог. Или ты что, или ты вообще поплыл? Ребят, мне кажется, осьминог совсем поплыл. Смотрите, он почему-то боком плавает. Вот, мне кажется, из-за того, что он сейчас слишком покоцался, да, о нашу вот эту акулу. И в итоге теперь как-то он фигово плавает. Вот смотрите, вот как так плавать? Это вообще, короче, какой-то, ребят, беспредел. Апаемся до уровня 50-го. Я думаю, нам будет достаточно 50-го. Даже 51-го в итоге. И смотрите, какой здоровый, да? Довольно-таки большой осьминог. Но, к сожалению, толку от него маловато. Потому что, все-таки, вы видели урон этого осьминога. И это, конечно, печально. Так, смотрите. От меня осталось вот такое мяско. Давайте я сейчас его обязательно слопаю. Посмотрим, сколько у нас вообще сейчас будет хп-чек в целом. И попробуем напасть на еще какую-нибудь рыбеску. В принципе, можно на ту же акулу попробовать белую напасть. Но что-то мне подсказывает, что она меня слопает. Но, смотрите, как я, кстати, глотаю. Это неплохо, да? Я только что взял, заглотил махи-махи. И все вот эти огромные куски. И это мне нравится. Ну что ж, знаете, что мы сейчас делаем? Мы нападаем вот на этого чувачка. Так, тихо-тихо-тихо. Камера. Спокойно, спокойно. Вот, ребят, вот что-то я заметил. Когда ты играешь за осьминога, с камерой вообще какие-то лютые проблемы начинаются. Вот, смотрите. Вот, я взял в захват нашу вот эту рыбешечку. И в итоге все. Она никуда не может деться. Я ей даю дамаг в целых 46 хп-шек. И в итоге что, все? Готовы? Или нет? Не, ребят, смотрите. Сейчас она не готова. Так, ну дай ты мне ее слопать. Ну, куси ты ее, наконец-таки. О, ребят, все, отлично. Опять взял в захват. Лопаем нашу вот эту рыбешечку. И надеемся, что сейчас она уже помрет. Ну да, ребят, все, она уже мертва. Она вся вот в таких царапинах. И это, конечно, хорошо. Так, ну что ж, последний укус. Я думаю, сейчас она уже до конца у нас разделается, эта рыбка. И все будет четенько. Ну, давай, давай. Еще 46, 46. Блин, сколько ее же разделать-то, ребят? Я уж даже не знаю. Может быть, все-таки просто тупо вверх ее поднять. Ну, в итоге вы увидели, да? Что все-таки она у нас разделалась. Ну что ж, давайте все-таки начнем мочить по полной. Я сейчас скачаюсь до соточки, наверное. Ну, давайте 82 пусть у нас будет. И сейчас попробуем укусить какого-нибудь мегалодона, либо же прогнатодона. Если они, конечно же, не затрусили и не уплыли от нас куда-нибудь подальше. Так, и, кстати, заодно посмотрим, насколько у нас увеличится урон. Потому что все-таки вкачала не в два раза, а чуть-чуть поменьше. То есть я добавил к себе уровней 30. Ну что ж, где? Где наши прогнатодоны, мегалодоны? Кто-нибудь хочет со мной сразиться, чувачки? Смотрите, а их реально нету. Они просто тупо теперь боятся, скорее всего, меня, да? Так, ну плывем тогда в эту сторону. Тут у нас, в принципе, есть белые акулы. Мы их тоже можем помочить. Ага, вот и мегалодон собственной персоны. Кого-то он грызет. А, он грызет прогнатодона. Хорошо. Так, мегалодончик, иди сюда. Надеюсь, смотрите, ребята, я сейчас смогу украсить немножечко миска. Было бы неплохо, да? Так, ну что ж. Они опять, кстати, сражаются. А пока они сражаются, я просто повозьму и слопаю вот это миско, которое у них тут есть. Так, и что ж. Давайте тогда мочить нашего мегалодона. Попытаемся, точнее, это сделать. Кстати, главное мне опять не потеряться, потому что камера что-то вот реально подлагивает. И тяжеловато играть за нашего, вот этого осьминожку. Так, смотрите, миско. Халявное миско. Давайте сейчас отнимем у него. И в итоге попытаемся нападать на нашего мегалодона. Так, чувак, нападай, пожалуйста, на меня. Ага, смотрите, он опять на прогнатодона нападает. Вот что они меня сторонятся-то, а? Я хочу с вами поиграть, посражаться. А вы просто тупо берете и не кушаете меня, да? Во, смотрите, я вцепился. Я вцепился в нашего мегалодона двумя вот этими щупальцами. Хотя нет, они у меня просто тупо застряли в текстурах, но теперь вроде бы, ребята, отстряли. Так, ну, мегалодон, ты видишь мне тебя покушать-то или нет? Так, ребят, поворачиваемся и лопаем нашего мегалодона. Давай, 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 ускоряйся, ускоряйся. Чувак, ты должен убить этого мегалодона. Капец, ребят, пока что не могу достать до него никак. Сейчас попробуем вот тут напасть. Ну, есть, ребят, смотрите, отлично присосался к нему. Но в итоге вы видели, да, что мегалодон просто тупо меня слопал. К сожалению, обидненько, обидненько. Но это связано с тем, что у меня был маленький уровень. Давайте сейчас скачаемся еще побольше и, надеюсь, сможем победить нашего мегалодона. И что ж, ребят, я 114 уровня. Вот наш прогнатодон. И сейчас мы попытаемся его все-таки убить. Так, чувак, иди сюда, пожалуйста, сюда. Блин, ну смотрите, вот хрен по нему попадешь, потому что он сейчас такой маленький, а я слишком большой. Я все-таки не могу до него нормально дотянуться. Хотя вот показывают, что щупальцы вытаскивают по ноль хпшечек, но как? Как они это делают? Либо же вот эти большие щупальцы все-таки привязались как-то к нему и держат его, что ли, да? Потому что как-то замедлился, это прям видно. Так, ну что ж, прогнатодон, иди сюда, не бойся. Я просто тупо тебя слопаю и все, и больше не буду тебя трогать. Потом я пойду, естественно, на нашего мегалодона. Так, ну что ж, я его мочу или нет? Прогнатодон, ну иди сюда. Вот смотрите, ребята, опять по нулям, опять по нулям. Ну, чувак, чувак, я хочу до тебя уже достать. Да, вот показывает то, что вот эти щупальцы все-таки к нему как-то присосались. Давайте попробуем сейчас вот поближе к нему подобраться и нападаем. Да, ребят, смотрите, сейчас немножечко дамаг был. Вот все, отлично, я к нему присосался. И в итоге мы мочим нашего прогнатодона. Отлично, он вроде бы уже как бы мертв. Надо осталось подождать, пока мы его просто тупо возьмем к себе вот в наши щупальцы. Раздел мы его и в итоге скушаем его мяско. Так, смотрите, опять зацепил. Отличненько. И давай, помирай уже прогнатодон. Я хочу уже поскорее полакомиться твоим мяском. И, ну, ты будешь помирать или нет? Смотрите, ребят, пока что он не помирает, но я думаю вот так его, наверное, вытащить на нашу сушу. Хотя нет, он и так, ребят, уже сломался. Сломался, и в итоге у нас есть 5297 хпшек. Это довольно-таки круто, и это мне нравится. Давайте тогда сейчас найдем нашу меглодон, где бы он ни был, и попробуем против него сразиться. Но, все равно мне подсказывает, ребят, то, что, скорее всего, меглодон нас слопает, и это будет неравный бой. Ну что же, ребят, делаем ваши ставочки. Кто победит? Огромный кальмар, либо же меглодон. Сейчас мы это обязательно выясним. Так, меглодон, иди сюда. Ну, захватил, да, ребят, вроде бы захватил. Все, отлично, дамаг пошел, только всего лишь на одну единицу. То есть, смотрите, у нас урон пошел на 300 с чем-то хпшек. Да, и все. Так, лопаем его. Вот, ребят, смотрите, вроде опять начинаем его захватывать или нет. Воу, тихо-тихо-тихо, меглодон. Ну, капец, ребят, все-таки на меглодона напасть нереально, потому что меглодон очень быстро, он успевает тебя просто тупо загрызть, и все. Мне кажется, чтобы убить меглодона на кальмаре, надо просто быть громадным кальмаром, знаете, на всю карту, скорее всего, чтобы его все-таки выиграть. Ну что же, я думаю, на этом можно закончить. Если вам понравилась эта игрушка и вы хотите продолжения, то пишите обязательно об этом в комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok